Мясо, кому мясо? По заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по госту, деды, карька, новостей. Всем привет, я физиотерапевт Виталий Кузнецов. Поговорим вначале о моих погонах. Я закончил физическое университет прикладных наук, также обучался в школе персональных тренеров в Норвегии и в данный момент продолжаю свое обучение в Институте США на отделении биомеханики. Основная область моей специализации является здоровый образ жизни и реабилитация травм опорно-двигательного аппарата. Моими рабочими инструментами являются знания о биомеханике, анатомии, кинезиологии и физиологии. В моей каждодневной работе с клиентами я трачу время на выявление и лечение основных причин боли в мышцах, в нервах и в связках. Также в ходе своей работы немалое значение уделяю руководству клиентов по поводу их заболеваний или травм. Кстати, многие думают, что физиотерапевт помогает восстанавливаться только после травм, но это не так. Также физиотерапевт помогает восстанавливаться, к примеру, после тренировок. Поэтому неотъемлемой частью моей работы является помощь спортсменам в достижении их целей. Я помогаю им достигать их целей с помощью специальных упражнений или идеально подобранных тренировочных программ. А твоей целью быть не только сильным, но и сильным и здоровым. Поговорим сегодня о восстановлении. Многие люди знают, как тренироваться тяжело. Еще немногие знают и умеют, как тренироваться еще более эффективнее. И только совсем малая часть людей обращает внимание к процессу восстановления. А ведь правильный процесс восстановления – это неотъемлемая часть грамотного подхода к тренировочному процессу. Многие тренера, специалисты по травмам, а также сами спортсмены относятся к процессу восстановления довольно-таки халатно. Многие оценивают это время просто как время ничего не делать. Но на самом деле это не так. Правильный подход к восстановлению – это мощнейший инструмент, который позволяет тренироваться гораздо эффективнее. Исследования показывают, что надлежащим образом поставленный план восстановления помогает улучшить не только спортивные показатели, но и значительно увеличить работоспособность. Да, я бы хотел познакомить вас с различными способами, как тренироваться умнее, хорошо восстанавливаться и при этом сохранить, и даже улучшить здоровье. Основой долгосрочных результатов является сильная база. А этой сильной базой в нашем организме является клетка. Клетка должна быть не просто сильной, но и сильной и эластичной. Здоровье клетки зависит от твоего питания. Люди, занимающиеся тренировками, безусловно, обращают внимание на питание, потому что они знают, насколько это важно. Но, как показывает практика, даже такой специфичный и детальный подход к питанию не обеспечивает в правильном соотношении необходимое количество незаменимых жирных кислот в клетке. Омега-3 и омега-6 жирных кислот являются незаменимыми жирными кислотами для нашего организма. Наш организм сам их синтезировать не может. Важно не просто потреблять омега-3 и омега-6 жирные кислоты, нужно делать это еще в правильной пропорции. В нашем рационе содержание омега-3 и омега-6 жирных кислот приблизительно 1 к 10, ну или выше. Дело в том, что в потребляемой нами пище содержится большое количество растительных масел, а также трансжиров, которые не содержат в себе почти омега-3 и содержат большое количество омега-6. Как мы видим, о поступлении омега-6 нам не стоит беспокоиться. Исследования показывают, что при правильном использовании омега-3 жирных кислот можно добиться хорошего восстановления. Вернемся к омега-3. Омега-3, как я уже говорил, является незаменимыми жирными кислотами в нашем организме. Наш организм сам не в состоянии их синтезировать. Лучший источник омега-3 жирных кислот является рыбный жир. Проблема заключается в том, что омега-3 по своей природе является очень неустойчивой структурой, и поэтому легко распадается при контакте с кислородом или светом, а также при нагревании. Омега-3 жирные кислоты, как показывают клинические испытания, способствуют понижению воспалительных процессов во всем организме, что в свою очередь приводит к уменьшению таких симптомов, как чувство зажатости или скованности. Также помогают уменьшить воспаление всех суставов организма. Омега-3 жирные кислоты входят в состав мембран всех клеток нашего организма. Существует много видов омега-3 жирных кислот, но не все из них оказывают положительное влияние на наше здоровье. При выборе рыбного жира нужно ориентироваться на содержание ЭПК и ДГК жирных кислот. Как я уже говорил, рыбный жир неустойчив по своей природе и легко окисляется, теряя свои полезные свойства. Поэтому необходим сильный и природный консервант. Наилучшим консервантом, который стали использовать в последнее время, это оливковое масло. На графике видно, что разные консерванты по-разному продлевают жизнь омега-3. Важно, чтобы этот консервант был добавлен непосредственно при производстве. Оливковое масло выступает наилучшим консервантом, а его полифенолы и содержащиеся в нем омега-9 выступают отличным транспортным средством омега-3 в клетку. Подытожим. Если хочешь быть сильным и здоровым, то позаботься о здоровье клетки. Держи под контролем воспалительные процессы с помощью правильного соотношения омега-6 к омега-3, как ты уже помнишь, 2 к 1. Поэтому выбирай с умом препараты омега-3, также следи за содержанием ЭПК и ДГК в препаратах и обращай внимание, что является консервантом при выборе рыбного жира. Начнем с того, в каком стиле проходит тренировка, сколько длится пауза между подходами и что делаете во время паузы. Многие просто пьют воду или затевают разговор с обратями по железу, а многие просто смотрят на девушек в обтягивающих лосинах. Несмотря на вышеперечисленные варианты проведения паузы между подходами, у меня есть для вас совет, как наиболее эффективно провести это время. Я предлагаю вам комбинировать подходы с наряду с корригирующим упражнением, который помогает эффективно восстановить биомеханику. Такой метод давно используется в реабилитации спортивных травм. Так почему же мне адаптировать его к миру железа? Такой метод тренировки позволяет значительно эффективнее повысить силовые показатели в дальнейших подходах. Посмотрим корригирующие упражнения. Корригирующие упражнения могут служить различным целям. Во-первых, мои могут позволить улучшить работу мышц агонистов и антагонистов. Второе, они могут снять напряжение с целевой мышечной группы, которая получает свою нагрузку во время силового упражнения. В-третьих, специальные корригирующие упражнения могут помочь централизировать или стабилизировать работающий сустав. Как я уже сказал, корригирующие упражнения можно выполнять на различных целях. Все зависит от того, какая у вас проблема, которую вы хотели бы решить. Приведу конкретный пример. Всеми любимого упражнения жимштанга лежа на горизонтальной скамье. Все зависит от того, какую технику вы используете при выполнении данного упражнения. И здесь же опять важное значение имеет, какова ваша цель. Если ваша цель просто тяжело пожать, то наиболее рекомендуемая техника при выполнении данного упражнения – это свести лопатки вместе и сделать прогиб поясницы. Да, безусловно, если ваша цель является тяжело пожать, то это оптимальная техника использования. Даже говорят, что такой вид техники помогает избежать травм плечей при выполнении данного упражнения. Однако же, если смотреть с точки зрения биомеханики суставов, все гораздо сложнее. Каких корригирующих упражнений, которые можно совмещать со жимом лежа, много. Если вы хотите убрать негативный эффект, вызванный сведением лопаток на плечевые суставы в момент жима, то наиболее подходящим упражнением для вас будут отжимания. Они прекрасно позволяют восстановить биомеханику плеча и мышц плеча. Если же у вас сутулые плечи, то я вам порекомендую выполнять другое упражнение. При такой осанке лопатка смещается вверх, тем самым приводит к ограничению в плечевом суставе. При данной осанке наблюдается ограничение руки, плечи, лопаточного сустава, а также данный дисбаланс приводит к уменьшению наружной ротации плеча. При данной дисфункции с жимом лежа очень хорошо комбинировать упражнение, которое называется тяга нижнего блока к поясу одно рукой. Если у вас были выехи в плече или смещение, то, скорее всего, ваши проблемы заключаются в стабильности плечевого сустава. И тогда наиболее подходящим упражнением для выполнения во время жима лежа будет упражнение, называемое отведение рук вперед на специальных петлях Терекса. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что данное упражнение выполняется не просто для того, чтобы забить паузу между подходами. Они реально помогают улучшить результаты, способствуют восстановлению не только в одной конкретной тренировке, но и в долгосрочной перспективе. Кроме того, они позволяют избежать травм. Я считаю, что такие упражнения нужно делать всем, кто занимается тяжелыми тренировками. Для того, чтобы оптимизировать восстановление, время от времени нужно прибегать к использованию мануальных техник. Одной из основных техник, которая легко позволяет снять зажимы с мышц и фасты, является так называемая техника активного релиза. Техника активного релиза является мануальной формой – физиотерапии. Этот метод основан на теории, что из-за чрезмерного использования происходит повреждение в наших мышцах, суставах и соединительных тканях. Формируется и образуется рубцевая ткань. Такие так называемые спайки могут приводить к зажатости нервов, что в свою очередь будет вызывать боль, ограничение движения сустава и слабости в мышцах. Фиброзные ткани нарушают кровоток и также нарушают связь между мозгом и мышцами, в результате чего мышца сокращается и становится слабая. Техника активного релиза является удивительно мощным инструментом, и каждый попробовавший её уже видит положительные результаты после первого раза. Метод активного релиза не просто позволяет убрать зажатости, также он позволяет восстанавливать биомеханику движения. Ко всему прочему, техника активного релиза помогает улучшить осанку, а красивая осанка подчеркивает наши мышцы, делая их визуально больше. Тренируясь тяжело, имея в виду две вещи, что паузу между подходами можно использовать для корригирующих упражнений и используя правильные мануальные техники для эффективного восстановления. Всем пока, до следующего раза! Субтитры сделал DimaTorzok